Идея создания проекта «Социальное такси» у жительницы Славянки Юлии Красновой появилась еще прошлой весной. В течение четырех месяцев она собирала всю необходимую информацию, а также общалась с людьми в тех городах, где этот проект был уже реализован. Мы когда собирали информацию, то есть люди шли нам навстречу, мы очень много ходили, собирали информацию. Мы обращались в районную больницу, и в общество инвалидов, и в общество ветеранов, нам давали информацию, люди нами делились. То есть когда мы обосновывали актуальность проекта, действительно ли он нужен, или может быть это просто чисто наша идея, может он нужен там трем людям, правильно? И когда мы стали исследовать актуальность проекта, мы поняли, что этот проект нужен не только колясочникам, да, в принципе у нас очень большой контингент людей, которым он нужен. Это нас вдохновило еще больше, конечно, мы поняли, что это нужно, это нужно сделать обязательно. Помогал Юлии в осуществлении этой задумки Андрей Усатый, который не понаслышке знает, как тяжело приходится маломобильным людям. Совместными усилиями они смогли подготовить заявку на президентский грант. Увидел, что человек такой позитивный, настроен на помощь, ну и возникла проблема, попытались с нее решить. Не было человека, с кем это сделать. То есть в основном это же надо ходить по кабинетам, да, то есть разговаривать с людьми. С дому выйти проблема, домой никого не пригласишь, а по телефону много дел не нарешаешь. А тут как бы получилось бы так. В ноябре прошлого года проект «Социальное такси» выиграл в конкурсе на президентский грант и получил поддержку от фонда в размере чуть более 2 миллионов рублей. Этих денег хватило на реализацию первого этапа проекта, а именно приобретение специализированного автомобиля, оборудованного аппарелью и местом крепления инвалидных колясок, а также приобретение гусеничного ступенькохода. Сейчас мы начнем аккумулирование средств, и плюс, значит, здесь есть такой очень маленький момент, который мы упустили при разработке гранта, это лицензия. То есть, ну, департамент транспорта в Примусской Украине готова оказать помощь, поэтому в ближайшее время мы на них выходим, оформляем лицензию, и тогда уже машина сможет ездить за пределы района. То есть сейчас я думаю, что по району пока мы сможем оказывать эти услуги, за пределы района чуть позже. Ну и будем стараться как можно быстрее запустить, конечно, потому что люди ждут, люди все уже спрашивают, уже есть заказы. С появлением такого уникального автомобиля у маломобильных людей появится возможность чаще выбираться из дома, бывать на свежем воздухе и общаться с людьми. И представители Хасанского общества инвалидов уже даже разработали план поездок на различные мероприятия. Знаете, хочется, конечно, уже стереть этот стереотип сидения дома. Проблем, конечно, очень много. И не привыкли каждый, знаете, как в своем коконе замыкаться. То есть сидеть дома, сам в своих проблемах, при своих мыслях. Да, мы стараемся, конечно, как-то их выдергивать из этого своего кокона. Сейчас это будет сделать, конечно, проще. Будем их чаще собирать, куда-то выезжать. Не только, я думаю, что, наверное, это будут выезды не только непосредственно на лечении, визиты к врачу или до поездки на Спартакеду, но хотя бы и так вывозить их куда-то, чтобы они были почаще вместе и могли друг с другом общаться, видеться, что-то обсуждать, решать. Это вообще, конечно, уникально. Машина такая нам нужна. Для славянки и для района. Удобная машина, хорошая. Все вы поехали. Это очень нужно, поскольку я сама инвалид. Я знаю, что такое, когда очень тяжело выбраться из дома, куда-то добраться. Это необходимо иметь такую машину. Хотелось бы отметить, что проект «Социальное такси» разработан не только для инвалидов-колясочников. Ведь есть и другие категории граждан. Ветераны и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Поэтому перед руководителями проекта стоит еще одна важная задача. Разработать план работы «Социального такси». Этот автобус, этот такси, как его можно назвать, для инвалидов, оно имеет огромное значение. Хочется сказать большое спасибо тем, кто эту идею притворил в жизнь. Хочется пожелать нашим молодым людям активно участвовать в общественной жизни. Получить поддержку от фонда, а также принять участие в конкурсе и выиграть грант на реализацию своей задумки сегодня может каждый. Самое главное – не сдаваться и идти до конца. Виктория Беляева, Максим Львов. Новости Славянки.